Сергей, у нас вышел документальный фильм «Год». Журналист Дмитрий Комаров его снял. И вот в этом фильме президент Украины Владимир Зеленский отметил, что наступит момент, когда будет ощущаться хрупкость путинского режима в Российской Федерации. Зеленский сказал, процитирую, «им нужна будет причина. Они вспомнят слова Зеленского и еще кого-то. Они найдут причину убить убийцу», — сказал глава украинского государства. Сергей, верите ли вы в возможность такого сценария, что найдется тот, кто сможет стать убийцей убийцы и найти причину, а главное — способы разрушить эти стены? Да, я абсолютно с этим согласен. Больше того, я даже с самого начала говорил, что Путин, когда принял решение напасть на Украину, он совершил самоубийство. Это было роковое для него решение. Это роковое решение для его режима. То есть он сам политический, его режим политический уже мертвый. Здесь уже никого убивать не надо. Они политически уже убили сами себя. Путин убил сам себя. Теперь остается только его физическая оболочка и человек, который, так сказать, в этом теле еще пытается что-то сделать. Да, он очень сильно наступил на ногу очень многим людям. Он очень сильно перебежал дорогу всем тем ворам, которые 23 года, 22 года, на момент начала этой спецоперации так называемой, копили деньги, наворовали эти деньги. Они, безусловно, планировали их совершенно по-другому тратить и совершенно по-другому жить с этими деньгами. Путин изменил полностью их планы, разрушил их планы, и у него есть очень много врагов Российской Федерации. Другое дело, что мы, конечно, понимаем, что у него есть федеральная служба охраны во главе с товарищем Дмитрием Кочневым. У него есть своя собственная служба президента, охрана президента, которая, безусловно, его охраняет. И, конечно, физически его устранить не так просто со стороны. По этому поводу, как правило, всех диктаторов, которые таким образом загоняли свои собственные диктатуры в тупик, их ликвидировали всегда изнутри. И Путина ликвидируют изнутри. Сложно, но возможно, я так понимаю, Сергей. Как вы думаете, вы говорите многим, он наступил на ногу. Кому именно многим? Кому больнее всего было от этого? И кто, у кого, может, у первого, как вы думаете, вот закончится это терпение, эта чаша будет переполнена? Ну, вообще-то он наступил всем на ногу. Потому что всем людям, за исключением только каких-то идеологов, типа Дугина, вот таких вот полусумасшедших людей, которые просто ненавидят Украину, ненавидят вообще все, что не русское. И особенно ненавидят страны свободные. Потому что понятно совершенно, что у Путина эти счеты его личные с Украиной. Потому что дважды Украина выгоняла его ставленника Януковича и по этому поводу давала ему, опять же, политическую пощечину. В 2004-2005 и в 2013-2014 годах. И для Путина, безусловно, это было просто сведение со счетом. Причем это было очень нерациональное сведение. Потому что вот эта вещь, о которой тоже я всегда говорю, Путин мог продолжать сколько угодно сидеть на троне до тех пор, пока он оставался рациональным человеком. И, в общем, откровенно говоря, если вы посмотрите, он все-таки оставался рациональным человеком даже вот после истории с Крымом, с Донбассом в 2014-2015 году. Потому что он тогда говорил, что это не мы, это вообще не Россия. Мы к этому не имеем никакого отношения. Это какие-то люди внутри Украины, которые решают свои проблемы с киевским режимом, но они там, внутри Украины. А мы просто благосклонно, так сказать, помогаем этим людям. И то помогаем только гуманитарно. Наших войск там нету. Мы им не поставляем никакое вооружение. То есть, понимаете, в этом смысле Путин проводил довольно прагматичную, правильную позицию. Кстати, такую же позицию он занимал в отношении частной компании «Вагнер». Он всегда говорил, что мы к этому не имеем никакого отношения. Это какой-то есть частный человек, который имеет каких-то частных воинов и использует их за рубежом. Это мы все знали. Ну, я как бывший разведчик и журналисты, которые расследовали эти дела, знали, что на самом деле это эманация главного разведственного управления вооруженных сил Российской Федерации, что это абсолютно государственная структура, у которой форма существования частная военная компания. Но в этом смысле у Путина все было правильно и рационально. Вот в тот момент, когда он начал войну, вернее, даже он первую ошибку совершил еще до начала войны. Война, так сказать, новая война, напомним, идет с 2014 года. Но до начала вот этой специальной военной операции, так сказать, которая началась с 24 февраля 2022 года, 21 февраля 2022 года он совершил еще более глубокую ошибку, которая называлась чем? Как ее можно было сформулировать? Признание независимости Луганской и Донецких так называемых народных республик. Это была ошибка чрезвычайно глубокая, потому что она открывала путь к распаду Российской Федерации. Просто напрямую. Потому что если Путин, как глава государства Российской Федерации, признавал какие-то кусочки какой-то территории в голове с какими-то бандитами независимыми государствами, то он не мог впоследствии не признать, например, огромную территорию Якутию со своей территорией, со своим языком, со своей историей, со своими государственными атрибутами, с конституцией, с президентом, с исполнительной властью, с правительством и так далее. Он не мог не признать Якутию и подобные ей автономные республики на территории Российской Федерации. Их больше 20 штук. Таким образом, Путин, вот это было еще даже страшнее для него, последствия, чем даже война прямая против Украины. Потому что война прямая против Украины – это вещь, которая ввела просто к экономическим последствиям для России и к гибели населения. А вот то, что он сделал 21 числа, это прямой путь к распаду Российской Федерации как государства, как федерации. Продолжение следует...